Привет, дорогой друг! Сегодня мы сделаем одну полезнейшую вещь из вот такой вот металлопластовой трубы. Там внутри у нас получается оболочка металлическая, труба очень упругая, и это нам как раз поможет. Сейчас нужно напилить два таких отрезочка. К примеру, условно, по 2 см я возьму. Возьмем, отпилим. Теперь наши вот эти вот отрезочки нужно распилить вдоль. У нас получились вот такие вот две заготовки. Сейчас слегка пошкурим. Можно не шкурить, если вы особо спешите, и сделать сразу. Нам сейчас понадобится еще для одной заготовки два самореза. Можете использовать не саморезы, можете гвозди, либо что-то иное, но саморезы проще всего. Нам нужно будет закрутить саморезы с этой стороны и с этой стороны под углом. Получаем вот такую конструкцию. И как думаете, что у нас получилось? Правильно, сейчас покажу. Получились вот такие вот удобные самодельные зажимы для мелких деталей, склейки мелких деталей. Приведу пример. У меня есть вот такая вот ламелька, и я хотел бы наклеить вот такой вот порожек. Неважно, это опять же условности. Занимать для этого большую струбцину не особо хочется. Маленьких зажимов у меня не особо много, но и они и денег стоят. Покупать их, чтобы они валялись, тоже не имеет смысла. Поэтому на просторах интернета я нашел вот такое вот решение. Абсолютно нетравиальное. Обрезки этих труб всегда остаются после ремонта. Поэтому применить их можно вот, к примеру, в таком формате. Они на самом деле очень-очень тугие. И вот вам даже особо сдвинуть не получится, чтобы подровнять. Вот как вариант. Также здесь трубы поменьше, но она уже просто пластиковая, без металлопласта. Это не металлопласт, но тем не менее. Все равно очень тугая. Опять же, идея не новая. Я сам ее нашел в интернете, решил реализовать. Блин, это реально прикольно и экономит. Давайте посчитаем. Самые простые зажимы, прищепки в Леруа будут стоить сколько? Смотрите, самые дешевые, получается, в Леруа стоят от Декстера 54 рубля. 75 миллиметров. Я, конечно, не уверен в их качестве, столько, сколько они проживут. И все равно, ведь они стоят денег. Опять же, за ними нужно ехать. Это все понятно. 54 рубля. То есть, с десяток на 500 рублей можно набрать. Но если вы на постоянке не занимаетесь каким-то ремеслом, где нужны такие струбцины, то нафига их покупать, если можно вот такие вот сделать самостоятельно. Бесплатно. Да, сейчас всякие ноющие товарищи скажут, ну это же еще надо саморезы, это же еще надо трубу. Эти трубы зачастую валяются где угодно на мусороприемке и тому подобное. Можете использовать не саморезы, а можете использовать гвозди. Гвозди, я думаю, найдутся у каждого, там, 70-ки какие-нибудь. Опять же, с саморезами просто проще. Закрутил под нужным тебе углом и все. И, кстати, уровень усилия можно регулировать как раз вот этим углом, потому что, допустим, здесь угол более тупой, и, соответственно, усилия нужно прилагать сильнее. Здесь угол более острый. Ну, это, возможно, из-за трубы. Вот более острый угол. Здесь легче немного раскрыть губки, получается, этой струбцин. Идея за бесплатность и не нужно ехать в Leroy. Потому что эти прищепки, на самом деле, самые дешевые только в Leroy. В других магазинах они будут подороже, похуже. Ну и, как бы, отзывы о тех прищепках оставляют желать лучшего. Но я все равно куплю себе с десяток, потому что, как бы, занимаюсь все равно какой-то склейкой, не склейкой. Десяток все-таки 500 рублей не жалко потратить. Но, тем не менее, в случае, если нет, эти штуки вас обязательно выручат. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк. Напишите ваше мнение, комментарии, мне интересно. И пока-пока.